Продолжение следует... 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 Портлант-цемент с минеральной добавкой имеет разновидность. Быстро отвертывающую с минеральными добавками Портлант-цемент по ГОСТу 178-85 года и сульфатостойкий Портлант-цемент с минеральными добавками по ГОСТу 22-266-76 года. Для получения указанных цементов используют клинкер, состав которого аналогичен. Клинкеру соответственно мостро отвертывающего и сульфатостойкого Портлант-цемента и минеральные добавки. Транулированный шлак не более 10-20%. Такие цементы выпускают матки 400 и 500 и применяют практически на равне с быстро отвертывающим и сульфатостойким Портлант-цементом. Транулированный шлак не более 10-20%. 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 Схема производства Портлант-цемента с минеральными добавками. Транулированный шлак не более 10-20%. Транулированный шлак не более 10-20%. При применении известняка как минеральной добавки схема производства Портлант-цемента выглядит следующим образом. Транулированный шлак не более 10-20%. Умолк линкера с добавками, шаровая мельница и складирование цемента. При применении глини как минеральной добавки к производству потлого цемента схема производства та же самая, что и с известняком. С минеральными добавками схема производства выглядит как складирование, сушка, дозирование, помолк линкера с добавками, шаровая мельница и складирование цемента. При применении гипса схема производства состоит из складирования, дозирования, помола и еще раз со складирования. Видеоролик на тему переработку металлических шлангов. Пятого мая 2017 года на закрытом акционерном обществе Дробмаш состоялась презентация высокопроизводительных мобильных сортировочных установок на губочничном ходу УМС-400 и УМД-200. Сет для представителей акционерного общества в Иксунский металлургический завод. Мероприятие стало результатом договоренности ЗАО Дробмаш с АО ПМЗ с целью проверки возможности переработки пробной партии электростолеплавильного шлака на выпускаемом Дробмашем оборудовании и получении данных о гранулометрическом составе и содержании металлических включений в шлаке. Специально для испытания была доставлена партия материала с металлургического завода. Задача испытания состояла в том, чтобы определить возможность применения побочного продукта стали литейного производства для выпуска щебня. Это могло бы позволить в нашем регионе заменить те материалы, которые в настоящее время используются в строительстве дорог, известняк и доломит. Данные традиционные продукты достаточно дорогостоящие. Аналогичный, но дешевый продукт должен был получиться по итогам испытания. Проверка начинается с включения и прогрева всех узлов мобильной установки. После этого экскаватором загружается исходная смесь с приемной бункера. Далее пластинчатым питателем смесь подается на высокопроизводительный самобаланс на горизонтальной трюксидной группе с площадью рассева от 12 квадратных метров. Полученные три фракции рассортированного продукта отгрузочными конвейерами складируются в продуктовые конусы. При этом получается три литопродукта. Отсортированный шлаковый отсев от 0 до 5 мм. Мелкая фракция шлакового щебня от 5 до 40 мм. Крупная фракция от 40 до 300 мм. А также металлический скраб с помощью железоотделителей, установленных на каждом из продуктовых конвейеров. Крупная фракция шлака была дополнительно передроблена на дробильной установке УМД-250. Представители Выксинского металлургического завода остались довольны работой мобильных установок. Полученный на презентации продукт соответствовал ГОСТу 3344 на шлаковый щебень и их требованиям. Комментируя итоги испытаний, генеральный директор ЗАО «Дробмаш» Михаил Мюнлер отметил. Нам важен каждый клиент. Нам было приятно, что к нам обратились наши соседи с Выксинского металлургического завода. Мы рады им помочь, так как это дополнительное направление в их производстве очень актуально для них. Наши мобильные агрегаты оправдали как наши, так и их ожидания. Подчеркнул Михаил Мюнлер. «Дробмаш» – старейшее российское предприятие по выпуску дробильно-сортировочного оборудования для переработки горных пород, драйвины и песчаных смесей и других материалов с пределом прочности нажатия до 300 мегапаскалей. Предприятие, расположенное в европейской части России, в городе Выксе Нижегородской области, в 180 километрах от Нижнего Новгорода и около 350 километров от Москвы, имеет свое литейное производство. Среди постоянных потребителей такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Латвия, Литва, Таджикистан, Египет, Беларусь, Украина, Вьетнам и другие. Безупречная репутация помогает предприятию постоянно расширять руководителей партнеров и сферу применения дробильно-сортировочного оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok